Фух, я устал от дешёвых китайских вещей, поэтому это будет неделя дешёвых китайских конструкторов. Я купил этот набор, в смысле, о, смотрите, дешёвая подделка под лего, но я недавно прочитал, что это может быть качественная подделка под лего. Вот эта фирма, Белла, весьма себя неплохо зарекомендовала. Стрингер 3.0. Дело в том, что компания Белла, она занимается не просто аналогом, а практически полным копированием. Там есть наборы лего, и 100%. Если компания Брик или Аусини, Слубан тот же самый, выпускает какие-то собственные наборы, вариации на тему, то это 100% копирует. И единственное, что немного отличается название, что бы не было, наверное, в Субе. Хотя я не знаю, почему отличается название. Итак, посмотрим, что за 200 рублей. Это стоит 200 рублей, можно получить. Хорошо. Коробка прям отлично упакована, и нужно, вот видите, тут всякие штучки тут эти. Так просто не открыть. О, смотрим. Инструкция. Да, больше ничего нет. Ну что ж, это тут цветная, весьма подробная инструкция. Не очень сложно собирать, вообще вся эта серия, даже оригинальная, собирается очень легко. Пакетик, прям скажу, так себе качественно. Но дело не в пакетике, это всё вообще ерунда. Качество пакетиков. Я не знаю, кому может волновать. Так, на первый взгляд, все детали выглядят хорошо и крепятся достаточно прочно и уверенно, без лишних усилий. Но при этом всё надёжно. Итак, всё. Стрингер готов. У меня нету фигурки стрингера, но есть, чтобы сравнить её. Но есть такой набор. Можем сравнить качество. Как его открывать-то? Как не открыть? Как не открыть? Зубами, ножницами. Зубами, ножницами, ножницами. О, о, что это у меня тут выпало-то? Что-то какая-то сороконожка. Такая же цветная инструкция. Мятая вся из-за того, что она в мягкой упаковке, видно, как-то на складе там валялась. Чем отличается? Здесь какой-то вот такой комикс непонятный. Инструкция. И сзади побольше информации. Особенно вот это позабавило. Это что, сделаете из себя клоуна? Тут деталей намного больше. И пластик, да, конечно же, лучше. То ли потому, что продуманнее, то ли потому, что деталей больше. Но сборка здесь идёт намного интереснее. Смотрите, как интересно. Вот голова одевается, которая тоже сделана, ну, прям на порядок выше, чем у стрингера. Того же самого прозрачного, такой пластик приятный. И на голову одевается вот этот вот краб. Хэт краба есть даже у лего. А ещё на всё это одевается маска. Вах! Оба готовы, и я скажу следующее. Качество пластика, конечно, и сборка интереснее у оригинального лего. Но они похожи. Вот, если вы заметите, то всё одинаковое, детали и так далее. Ну, не знаю, наверное, было бы правильнее сравнивать с оригинальным стрингером, но я его не нашёл в магазине ближайшем. Подайте цирковому медвежонку на мёд. Дело вот ещё в чём. Стоимость этого стрингера 200 рублей. Думал, ах, как классно, дёшево. Но стоимость вот этого 350 рублей в Ашане я нашёл. 350 рублей. Детский мир, понятно, там 500, 600 и так далее. А 350 рублей за оригинальное лего или 200 за подделку, ну, не знаю, смотрите сами.